Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Кулакова В принципе это как минимум где-то 45-50 законов, чтобы все это заработало, а не было просто принято. То есть как по мне это огромнейший массив работы. Вы знаете, я каждый день в принципе хотя бы какое-то время уделяю тому, что смотрю прямую трансляцию канала Рада и я наблюдаю в прямом эфире, как голосуют депутаты. Так вот господину Гройсману фактически приходится выполнять роль такого наставителя и призывать всех к порядку и говорить, нет, друзья, коллеги, давайте вот еще раз, я еще раз ставлю на голосование, давайте соберитесь, а ну-ка подумайте еще раз, хорошо. Ешь кашу, я сказал, ешь кашу. Как вы считаете, вот такой, вот вы говорите, 40 законопроектов, да, это кошмарный пласт работы. Вы считаете, что готов парламент вот активно поработать и этот таки массив сдвинется с места? Если будет найден геополитический баланс и проголосует Конституцию, то 226 голосов найдется, тем более, что их можно проголосовать в пакете. Но есть большая проблема, что никто этими законопроектами сегодня не занимается. Если префекты, местные органы местного самоправления еще не разрабатываются, но общество не пристали, но я знаю, что они разрабатываются в администрации президента, то все остальное этим вообще никто не занимается. Они просто, их даже не существует на сегодняшний день. Поэтому даже если после голосования за Конституцию, после нахождения мирного плана, нас ожидает еще очень длительный период законодательной работы, пару лет, пока все это будет доиграно, дошлифовано, чтобы оно заработало. А как влияет на ситуацию в целом, то, что происходит сейчас в Верховной Раде и в парламенте? Есть в публичном доступе информация о том, что есть некое противостояние президентской и премьерской команды, возможно, в связи с соглашением идей о референдуме. Кто-то говорит, в частности, вчера из блока Петра Порошенко вышла от Лещенко информация, что готовятся какие-то кандидатуры на министерские кресла, и что вроде бы как министерские кресла так и делятся, и так и об этом говорят, и сейчас и договариваются. Вот как вплести эту ситуацию в общий контекст? Что происходит? Вот этот конфликт, который постоянно наблюдается во власти, и сегодня вот заявление Абрамовича со свежие, скандальные, с очередной порцией обвинений, оно просто создает Украине образ и украинской власти образ недоговорибельный. Как стороны, которые не способны выполнять взятые на себя обязательства? Это подталкивает США и Россию договариваться напрямую, говорить без Украины. Чем больше хаоса, чем хуже социально-экономическая ситуация, чем дольше отсутствие реформ, чем больше конфликтов у власти, тем более вероятно, что проблемы Украины решают по боснийскому сценарию. Где-то без Украины. То есть без меня меня женили? Без меня меня женили, потом поставят Украину просто перед фактом найденных договоренностей. Хорошо, смотрите, а вот, например, встреча Нуланд и Суркова, это не об этом, потому что когда... Это уже этот тренд, я об этом и намекал, на самом деле, это уже такой тренд, который, к сожалению, начинает доминировать. Все понимают, в Европе начинают понимать, в Америке начинают понимать, в России, что с Украиной вообще невозможно вести договоренности, потому что власть не способна реализовывать то, о чем раньше договорились. То есть хорошо, дабы нам сейчас вообще не выпасть из контекста и не потерять право голоса и влияния на процесс, если оно у нас есть, конечно, давайте будем оптимистами. Что нужно сделать украинской власти, дабы сохранить такой облик договороспособной? Необходимо проголосовать изменения в Конституцию и необходимо попытаться возглавить, задать тон этой работе, которая ведется по реализации Минских соглашений. Самим сегодня предлагать инициативы, самим сегодня расширять украинское влияние на Донбассе, информационное, экономическое, снять эти все блокады, изоляции, поменять вообще государственную политику. Сегодня государственная политика в отношении Донбасса и Крыма, это политика отторжения этих территорий. Мы должны сейчас наконец-то принять программу и обратить эту политику наоборот, на политику возвращения этих территорий, перехватывать информационную и политическую инициативу. Пока что, к сожалению, этого не происходит. Спасибо вам, Руслан, что нашли время прийти в нашу студию. Я напомню о ситуации с голосованием за децентрализацию. Мы говорили с политологом, директором Украинского института анализа и менеджмента политики Русланом Бортником. Продолжение следует...